Приветствую вас, дорогая Церковь! Я хочу вместе с вами прочитать место Священного Писания, и мы вместе помолимся. Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. И сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Присаживайтесь. К Иисусу подошли ученики и начали задавать вопросы, кто больше, кто меньше в Царстве Небесном. И Иисус отвечает им, и в этом ответе Он сказал вот эти слова. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Не будете, как дети. Мы знаем, как много сделал для нас Иисус, что по любви Своей Бог послал Своего Сына Иисуса, который пролил кровь на кресте. И сегодня мы вспоминаем об этих событиях, проверяем наши сердца перед Богом. И вот дети, они любят безусловие. Безусловно. Дети это... Чудо в детях состоит в том, что они не помнят зла, они не злопамятны. Они очень быстро все забывают, очень быстро начинают жить опять той беззаботной жизнью, которая привычна детям. И продолжать любить всех и людей, и своих родителей. Я недавно слышал такой рассказ, хочу вам немножко процитировать его. Я буду от первого лица говорить. Один человек рассказывает, что он ехал как-то в маршрутке. И говорит, на сиденье рядом бушевал ребенок лет шесть. Его мама смотрела безучастно в окно и никак не реагировала на ребенка. А он ее дергал и дергал за рукав. Ребенок что-то требовал. Или что-то утверждал. И тут вдруг она поворачивается к нему. И как дернет его руку на себя. И как прошипит, что ты хочешь от меня? Он насторожился, запнулся. Она продолжает, что ты хочешь, я тебя спрашиваю. Он осунулся. Она продолжает говорить. Да ты вообще знаешь, кто ты такой? Ты никто. Ты понял, говорит? Ты никто. И она выдохнула ему это в лицо. Просто выплеснула. Мальчик смотрел на нее. И мне показалось, что у него дрожит голова. Или говорит, это я дрожал. Почувствовал, как потеет моя спина. Помню первую мысль. Неужели она это ему говорит? О ком она или о чем она думает в этот момент? Видеть тебя не могу, прошептала она. Ты же убила его. Подумал я. В маршрутке, как ни в чем не бывало, продолжали дремать люди. Я сидел, не шевелясь. А мальчик не плакал. Она бросила его руку и снова развернулась к окну. Он уже не бушевал. Как-то сразу притих. Смотрел на переднее сиденье в разорванную спинку. И молчал. А у меня было желание встать и при всех. Вот сейчас просто высказать ей. Сказать, что ты никчемная мать. Это ты никто. Ты же убила его своими словами. Я бы сделал это, только мальчик сдерживал меня. Я закрыл глаза. Стал глубоко дышать, чтобы успокоиться как-то, чтобы прийти в себя. А когда открыл глаза, увидел конфету. Молодой парень, который был неподалеку, похожий студент, протягивал мальчику конфету. Он еще встряхнул рукой и сказал, на, бери, это тебе, не бойся. Тот взял, и тут же парень протягивает ему вторую конфету. Говорит, на, это тоже тебе, бери, не бойся. Мальчик немножко помедлил и взял и вторую конфету. А дальше происходило такое действие, о котором, вспоминая, говорит, я еле сдерживаю слезы. Мальчик не стал есть. Он коснулся маминой руки. Она не сразу повернулась к нему, но все-таки повернула свое лицо. И видно, что хотела что-то еще сказать, как-то добить его, но она обожглась. Он протягивал ей конфету. Она посмотрела на него, посмотрела на конфету в его руке. Быстро вернула ему и сказала, я не хочу. Две конфеты продолжали лежать у него на ладони. Руку он не опускал. Она продолжала, ешь сам. И добавила тихо, я не хочу честное слово. Тогда он положил конфету к ней на колени. Никогда, говорит, не забуду эту паузу и эту взрослость. Передо мной стоял этот мальчик, который за несколько минут стал мужчиной. А она из вот такой злой, раздраженной женщины превратилась в обычную молодую, симпатичную женщину. Она долго-долго молчала. Посмотрела на него так, как будто его только словно первый раз увидела. потом обняла. И он ее обнял. Потом он развернул конфету и дал ей. И пока она не положила ее в рот сам, он не ел свою. Вы представляете такое? Это был шок. Тогда я подумал себе, вот видишь, я вот сижу такой праведник, хотел встать, обвинить, нагрубить этой женщине, переделать ее, перестроить. И ничего бы не добился в своих словах, кроме скандала и брани. А этот мальчик, посмотрите, насколько он мудр. Как он велик, этот мальчик. Он пронял до самых печенок, до глубины сердца. И тот еще молодой парень, который дал эти две конфеты, подумал я, он ведь не просто так дал две. Я огляделся, в заднем окне маршрутки увидел этого парня, который медленно уходил далеко, а мама и сын сидели, склонив голову друг к другу, как влюбленные. Тут водитель остановил, я, проходя, коснулся руки этого мальчика, хотя хотел сказать им этим самым спасибо. Я не думаю, что он это понял, но это и не так важно. Потому что это был урок, который я запомнил на всю свою жизнь. Но должны были пройти годы, чтобы осознать, что это и есть настоящее воспитание. Не криком, не обвинением, не битьем, нет, только примером. Только пример работает, и больше ничего. И мальчик этот, он показал пример, и мне, и он изменил нас. В Слове Божьем, в Евангелии от Римлян, в 12 глава 21 стих, мы читаем, «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Как важно нам своим примером показывать нашим детям, показывать эту любовь, это прощение. И сегодня проверяя наши сердца перед участием в вечерях, чтобы вновь и вновь могли проверить себя, что в моем сердце, есть ли эта любовь, вот эта детская, детская любовь, детская наивность, детское всепрощение. Будем молиться. Аминь. Аминь.